Утро Карачаево-Черкесии приветствует вас. Сегодня день государственного флага Российской Федерации. Символу единства, символу гордости, триколору нашей страны 30 лет. Этот знаковый праздник отмечают по всей России. Каждый гражданин выражает свое уважение к государственным символам Родины. В социальном пансионате для престарелых инвалидов гармонии особое отношение к этой дате. По традиции, постояльцы исполнили гимн России, говорили о патриотизме, о значении государственных символов, об истории создания российского флага, значении цветов триколора и, конечно, читали стихи. Наш триколор, мы гордимся тобой, флаг наш, как дружба и братство, мощь и единство, вот наше богатство, символ победы, символ свободы, знамя России, знамя народа, свой флаг цените, россияне. И будьте гордости полны, ведь флаг наш не отрезок ткани – это символ всей необъятной страны. В селе Талык завершился ремонт средней общеобразовательной школы. Школьники-учителя теперь будут учиться и преподавать в уже красивом и по-новому обустроенном учебном заведении. Подробнее в материале Амины Артабаевой. Уже совсем скоро начинается новый учебный год. К нему уже активно начинают готовиться школы республики. В связи с этим и Талыкская школа уже готова распахнуть свои двери для учеников и давать им еще больше новых знаний. Школьники будут иметь возможность учиться уже в обустроенной и отремонтированной образовательной организации. Мы в 2022 году попали под капитальный ремонт. Соответственно, мы в 2021 году учились в соседней школе в две смены. За год нам капитальный ремонт сделали. У нас все новое. В столовой все у нас новое. Классы у нас новые. Парты, стулья – все у нас новое. Говоря непосредственно об обучении в Талыкской школе, нужно отметить, что у детей в начальных классах уроки проходят в основном в игровой форме, что вызывает у детей интерес к учебе и к новым знаниям. Посмотрите, осенняя погода. Сделали дети сами. Следующее. Вот, посмотрите. У нас очень много поселу позже коровок. Мы их на бумаге тоже сделали. Это, заметьте, нулевой класс делает. Так, вот грибочки у нас, посмотрите. Вот грибочки. А вот на Новый год что сделали дети. Я им, конечно, помогаю, но в основном они заинтересованно сами делают. Также при Талыкской школе открыта и работает точка роста, естественно, научной и технологической направленности. Предметами, которые будут изучать в данном кабинете, являются химия, биология и физика. В связи с этим было приобретено новое оборудование, с помощью которого школьники смогут спокойно проводить лабораторные, исследовательские и практические работы. Благодаря этому центру в нашу школу выделили датчики. Вот такие у нас мультидатчики имеются, с помощью которых мы можем проводить практические лабораторные работы. С этими датчиками можно определять освещенность помещения, можно определить, например, влажность почвы и так далее. Помимо этого мы с помощью микроскопов, которые мы получили, тоже проводим маленькие такие лабораторные работы по изучению, например, микропрепаратов. Как устроены, например, листья растений, как устроены, например, микроорганизмы и так далее. Школа уже активно готовится к первому сентября. Уже приобретены баннеры, шары, плакаты и тому подобное. Для того, чтобы празднично встретить своих любимых учеников. Амина Артабаева, Ахмад Чочаев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Далее прогноз погоды. А в 9 часов смотрите Вести на абазинском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии переменная облачность ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дущи гроза. Ветер восточный 6-11, температура ночью 15-20, в горах до плюс 14, а днем 29-34 градусов тепла и местами до плюс 25. В большинстве районов высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 6-11, температура ночью 18-20, а днем 32-34 градусов тепла.